Я родился в Андижане, вот уже в 36-м году, и скоро, мне еще года не было, переехали во Фрунзе, теперешний Бишкек. Родители туда попали из Сибири. Когда началось вот это тяжелое время, 32-й год, голод, родители, у них было уже трое детей, они уехали, поехали в более хлебные края. Мы жили в бараке, это конюшне приспособленное жилье, в принципе, у нас комната была метров 12, пол земляной, и в этом бараке, значит, жило еще 4 семьи, еще рядом дом, ну, у них в каждом отсек был. Двор как бы у нас был общий. 22-го июня у нас радио не было, но, в принципе, там же быстро, как дворовое радио работает. Я помню, когда начали говорить, что это война, женщины очень плакали. У нас в основном там жили женщины, но мы, сами понимаете, по-иному воспринимали, если плачут родители, мы могли плакать, вот. Ну, я помню, что как быстро, чуть ли не на ту же неделю, значит, забрали у нас соседа, 17 лет парень, вот, и, наверное, через два месяца пришло извещение, что пропало без вести. Я помню, как рыдала его мама. И когда мы, когда отец ушел на войну, а он ушел чуть позже, потому что у него и возраст, а потом у него была бронь, я помню, как приехал работник военкомата, вручил повестку, мама сразу в слезы, ну, и мы, конечно, потому что, ну, что там было, 5 лет мне, вот. Много эвакуированных, вот, ребята, которые, значит, тоже жили там в землянках, считайте, вот эти, вот, там, Шанхай, Париж, как называли эти пристройки, там же эвакуированные были с Луганской, это тогда Варшавовград, вот. Потом еще с каких-то заводов. Ну, бедность была большая. Достаточно сказать, что вот у нас спичек не было. Мне, как одному мужчине в доме, значит, за мной была печь. И вот я добывал огонь, это вот, значит, крен камень о камень, на фитилек, потом раздуваешь и зажигаешь печь. Вот. Не говоря о том, что не было мыла. Мама мыла нас золой. Вот. Ну, мы же получали по 300 грамм хлеба на человека из живенцы. Мама пошла на работу сразу же, потому что она не работала. А тогда же 12 часов, это рабочий день, это... Она на мелькомбинате работала, там недалеко. Мама иногда приносила с мелькомбината, муку, которая вот попадала в шестеренки с маслом, машинным маслом. И вот мы делали из нее лепешки, хоть они не очень приятные, но ели все равно. Дали нам огород, землю, огород. Вот. И мы уже там садили кукурузу. И кукуруза была... Было основное подспорье зимой. Кукуруза, она так надоела. Причем выращивали, как правило, сорта наиболее, ну, дающие больше урожая. Так называемый конский зуб. Это вот такое вот, значит, желтое. Она не очень вкусная, но зато ее много. Я после этого не мог есть эту малмалыгу и кукурузу в течение многих лет. Мясо все отправлялось на фронт. Единожды мы только с моим, с одним товарищем, мы, значит, пролезли через заборный мясокомбинат. Он там огорожен, колючая провода. Ну, пацаны, они везде пройдут. Вот какое-то мы нашли, какое-то отверстие, пробрались и пошли на запах, запах такой приятный, видно, к столовой. И когда нас увидела там какая-то женщина, а окна все открыты, но все сделаны сеткой, мелкометаллической сеткой, она, значит, отодрала эту сетку и нам две котлеты дала. Вот это я помню мясо за всю войну, то, что я мог. Мы попробовали мясо. В школе давали и иногда талоны на питание. А питались мы... В больнице рядом была, и там была столовая. Я помню эту манную кашу синюю, значит, в алюминиевой тарелке, вот это, значит, крутнешь и ешь. У меня была какая-то шапка, даже не очень помню, вот. Значит, брюки какие-то были сшитые, тоже мама сшила из... не то шинелями, то еще что-то. В школе мне дали... получил я ботинки. Это мне такая радость, я ходил по грязи в них, они не промокали. Школа не отапливалась, иногда даже чернила замерзали. Можно было заметить, что иногда и на партах в шип ползали. Я болел, и мы болели не только, значит, мы болели многими. Я помню, когда я шел из школы, то я чуть не упал, поймал это дерево, чтобы выстрелить. Как я дошел, я не помню, видно, температура была очень большая. Ну и там мама меня уложила. Я только помню, как я терял сознание. Ну а дальше все это, значит, брюшной тиф. Это ж было ЧП, вот, врача вызвали. Значит, мама упросила как-то, значит, меня не отвозить, инфекционный барак. Вот. Потому что оттуда вряд ли вернулось. Я помню, когда, значит, я пришел в себя, это, наверное, месяца два было. Соседи все пришли, все так рады, что вот там человек как бы вернулся. У нас, во-первых, была машина «Зимбер». Она шила. Она и до войны шила, и после войны очень. Вот. Она мне, как правило, шила рубаху к первому мая. Вот. Ну и обшивала, конечно, и детей, сестер моих. Кстати, на этом, как бы, шитье она что-то еще и зарабатывала. Потому что у нее были заказы там, соседи и так далее. Ну, во-первых, накормить детей раз. Вот. Во-вторых, это же переживание, особенно вот того, кого, у тех женщин, у которых мужья или там сыновья воевали. Я помню, когда-то идет почтальон, женщины с одной стороны ждут, вроде, может, письмо, а может, похоронка. Это такие переживания. И я помню, как объявили День Победы. Я до сих пор не могу понять, все женщины почему-то кричат начали. И вот бегут, куда бегут, по улице бегут, вперед и кричат, победа, победа, победа. Я считаю, что женщины-солдатки, которые в таких условиях работали до изъеможения, воспитывали детей в таких диких условиях, причем постоянно были в напряжении от того, что могут погибнуть солдаты, либо мужья, либо сыновья, то это, я считаю, подвиг не менее важный, чем ратный подвиг наших солдат. Редактор субтитров А.Семкин